Российское каменистое бездорожье, монгольские степи и высокие песчаные дюны Китая. Все это пришлось преодолеть нашим гонщикам, чтобы добраться до финиша. Ралли «Шелковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске, а завершился 16 июля в китайском городе Доньхуан. В гонке участвовали спортсмены из 36 стран. За 10 дней пути участники проехали по территории трех стран и пересекли пять климатических зон. Оба наших гонщика выступали в роли штурманов. Им приходилось работать навигаторами, направлять пилота по такой дорожной книге. Здесь прописаны все опасные участки, повороты и сложные трассы. Гонщик Алексей Мальцев признается, самый сложный этап был в Китае. Здесь гонщиков ждали песчаные дюны высотой с четырехэтажный дом и жаркая погода. Но Алексей знал, чего ожидает для него этот «Шелковый путь» уже четвертый. Автомобилями он увлекается с детства, с малых лет катался на картингах, а с 2010 года участвует в гонках. Алексей признается, в его карьере было немало гонок, но именно «Шелковый путь» дарит особенные непредаваемые эмоции. Я очень люблю, на самом деле, марафонские дистанции. Очень сильно заряжаюсь тем, что происходит на биваке. Наслаждаюсь тем, что происходит во время соревнования. Мне очень нравится общение с другими людьми, которых мы там встречаем. Мне очень нравится видеть другие города, смотреть, как там происходит жизнь. Коллега Алексея по команде – еще один Владимирский гонщик Вячеслав Петухов. В «Шелковом пути» он участвовал впервые. Дебют оказался удачным. Вячеслав признается, гонка стала серьезной нагрузкой для организма. Поспать удавалось всего 4-5 часов. И то не каждый день. Возникали и технические трудности. Периодически автомобиль приходилось чинить. Но о благополучии спортсменов позаботились организаторы. Гонщиков обеспечивали водой и пищей. Над трассой постоянно дежурили вертолеты, готовые помочь командам во внештатных ситуациях. Вячеслав считает, «Шелковый путь» – это не просто гонка, но и своя особая атмосфера. Конкуренция на трассе сильная. Но когда только стоит пересечь финишную черту, приезжаем в сервисную зону. Очень дружелюбная атмосфера. Практически к любому человеку можно подойти, спокойно пообщаться, поделиться опытом, что-то узнать новое, какие-то технические особенности, какие-то особенности прохождения трассы. Оба владимирских гонщика уже опытные спортсмены. Алексей в автоспорте около 20 лет, а Вячеслав – 10. Ребята отмечают, гонщиков в регионе немного, но все они достаточно известны в своих дисциплинах. В основном, владимирские гонщики выступают в классическом ралли – ралли-рейдах, дрэк-рейсинге. Сейчас наши гонщики активно готовятся к турниру по мини-ралли, который пройдет 11 августа в Иваново. К слову, есть в нашем регионе и свое – ралли по бездорожью Баха-Мономах. Его первый этап состоялся в конце июня под Суздалем. Следующий этап пройдет осенью.